Глава 3. Как только электронная корона опустилась мне на голову, я сразу испытал знакомое приятное расслабление. Палец привычно щелкнул по левой клавише мышки, и на ожившем мониторе появилась форма для ввода пароля, который я незамедлительно набрал. Программа контроля запустилась, последовала загрузка моего рабочего сегмента и, наконец, импульсное сопряжение с передающим устройством. Блок под ногами различимо загудел, словно в нем заработало несколько дополнительных вентиляторов, и я ощутил долгожданное покалывание в области скальпа. Это чем-то напоминало франклинизацию, процедуру электростатического душа, назначаемую невропатологами в поликлиниках, когда человека сверху обдает невидимым потоком целебного электричества. Только в случае КВП все происходит мгновенно. Уже через секунду я полностью избавился от всех неприятных ощущений, донимавших меня с момента пробуждения. Мерзкий кашель прекратился, боли в грудной клетке утихли, и хрипы перестали различаться при дыхании. Или же я просто вдруг перестал все это замечать. Так это или нет, какая разница? Мне стало хорошо. Внимание обострилось, ничто не отвлекало меня от работы, и никакие неприятные воспоминания, включая разговор с женой и запачканный кровью стол, более не мешали моему сосредоточению, словно я оставил их где-то за дверью своего укромного стойла. Слушая переливчатую настройку передатчика, я быстро сделал отметку в журнале, и дождавшись в наушниках три коротких сигнала, говорящих об успешном соединении и хорошей связи, доложил в микрофон ровным голосом. Холл-оператор 2342 заступил на дежурство и ожидает подключения к сети. В ответ на это послышался отборный мат. Затычкин, прокрутить тебя через три хрена, в ухо, в горло, в нос и вдышло. Видал я твой рот на своем приборе. Затычкин, ну йода на рог, но ты совсем страх потерял, совсем почву под ногами почувствовал. Это было самое цензурное из услышанного. Я моментально узнал офицера-распределителя с позывным Гав. Он всегда был таким крикливым и вредным, но сегодня его настрой оказался особенно взвинченным. И дело тут не только в его плохом настроении, но и в том, что именно это самое плохое настроение у него вызвало. Видать, произошло нечто на самом деле незаурядное. Разумеется, я не боялся Гава и всех его жутких проклятий в мой адрес. Не боялся даже угроз о том, что он пожалуется на меня начальству, которое меня вытащит за шкирку из моего уютного креслица, вытряхнет из теплых тапочек и засадит мне в задницу штекер 5х5 без солидола. Грозно, конечно, ничего не скажешь, но бестолково. Новичка, может быть, и произвело бы впечатление, но только не натертого калача, бывалого оператора. Я точно знал, что офицеры-распределители это всего лишь мелкие сошки, шавки, которые ничего не могут предъявить нашему ведомству, и уж тем более никак не могут дотянуться до нас. Вот они и бесятся в бессильной злобе. Выслушав продолжительную ненормативную тираду, я наконец-то узнал от Гава, что его выбесило мое опоздание на дежурство. У них там запланирована какая-то очень важная вылазка, а отряд недоформирован из-за того, что все дежурные холл-опы уже заняты, а единственный свободный канал не активен, потому что я к нему вовремя не подключился. Разумеется, я не стал ему ничего объяснять и оправдываться, рассказывая про заранее назначенное свидание с женой и незапланированную уборку в стойле. Было бы перед кем отчитываться и унижаться. Поэтому я просто дождался, пока он не выпустит пар и не произнесет долгожданное «Перевожу на основной канал. Подключаю». Наконец-то. Холл-оператор 2342. Сопряжение с ИМО 23-4457. Загрузка коннектора. Трансмиттер потоковой передачи активирован. В наушниках зашумело, загудело, затрещало. По экрану пробежала рябь, и вскоре появилось изображение. Я увидел людей, одетых в одинаковые серые костюмы, похожие на скафандры. На бесформенных шеях свисали хобот и гофрированных шлангов, входящих сбоку в головную часть, одним своим концом, а другим через плечо уходящее за спины к баллонам с дыхательной смесью. Вместо лиц я видел сплошные тонированные забрала, за которыми с трудом проглядывались противогазы. Видеокамеры, словно роботы-попугаи на плечах космических пиратов, одноглазо таращились своими черными объективами. «Все, мой подключился!» – раздался глухой, но очень близкий голос. Говорил НРТ, через чью камеру я сейчас смотрел на мир. «Наконец-то! Ну что, все готовы? Давайте, пацаны, пошевеливаемся, и так уже времени потеряли до хрена!» – ответил, по видимости, начальник отряда. «Вся команда поднялась с длинных лавок, расположенных друг напротив друга, в довольно тесном шлюзовом боксе. Знакомые стены, покрашенные шаровой краской, с пестрыми плакатами, развешанными повсюду, где только можно. Продолговатые лампы над головой. Мы все еще в предбаннике». «По одному! Не толкаемся! Выходим, выходим! Кекс, фугас! Не забудьте оборудование!» НРТ выстрелить в шеренгу и, пыхтя продуваемыми фильтрами, стали неторопливо двигаться на выход. Шлюзовые ворота уже были открыты, и я мог разглядеть мелькающие впереди желтоватые обои за пределье. «Затычкин!» – буркнул мой подопечный. Обращение было адресовано уже не кому-то, а лично мне. Затычкин – одно из моих прозвищ. «Затычкин! Это ведь ты?» «Да, я. А ты?» «Колдун!» «Точно! Привет, колдун! Давно не виделись!» «Че задержался-то? Проблемы были?» Знакомый НРТ сразу догадался о том, что я опоздал не случайно. «Были! Но, видимо, не такие серьезные, как у вас!» «У нас! А ты что, в курсе уже?» «Нет, просто догадался. Гав на меня наехал, как танк на немецкий окоп. Это ж неспроста?» «Неспроста, Затычкин, неспроста. Пацаны опять видели что-то на нуле. Теперь уже явно». «Что?» «Хрен его знает. Но в итоге у нас тут чуть ли до бунта не дошло. Начальство до последнего отказывалось верить, что на нулевом этаже кто-то водится. И только когда вся бригада ультиматум поставила, пошло на уступки. Отменили все запланированные работы на нуле до выяснения всех необходимых обстоятельств. Вот наше отделение и подрядили заняться этой проблемой». «Заняться как? Мне вообще никаких циркуляров не поступало». «А ты вообще что ли не в курсе?» «Ну, у вас там и жирафы. Дело-то пахнет керосином. Движуху видели в колонном зале. К счастью, пока только там. Поэтому наша задача найти колонный зал и установить там камеры с детекторами. Если в зале действительно кто-то обитает, его зафиксируют приборы и у нас появятся доказательства». «Понятно. А что за движуха? Кого вообще видели-то?» – спросил я. «Да непонятно. Просто что-то двигалось. А разглядывать, сам понимаешь, себе дороже. Пацаны сразу ноги в руки и драпать подальше. Хрен ли, нам на нуле даже стволы не выдают. Чем отмахиваться от этого говна?» «А может показалось пацанам? Может нет там никого?» «Может и нет. Хорошо, если действительно нет. Не хотелось бы, чтобы там что-то было. Но ведь помнишь, что раньше нам говорили, что нет в запределе никаких чудищ, что это все байки, выдумки, глюки. И только после того, как они 10 человек утащили». «Так, мужики, слушаем внимательно». Командир отряда, шедший впереди, остановил группу, когда та покинула форпост и оказалась в большой комнате, из которой вело сразу несколько выходов, уходящих куда-то вглубь однообразного желтого лабиринта, освещенного одинаковыми лампами. «Пелинг на карту. Я иду впереди. Не растягиваемся». Стоит внести некоторое пояснение насчет этой самой карты, на которую собрались выдвигаться наши ребята там. Дело в том, что ориентироваться в запределе чрезвычайно сложно в связи с хронической нестабильностью Онова. Запределе постоянно меняется и преобразуется, тасуя и перемешивая свои коридоры. Сужая одни помещения и расширяя другие. Освещая одни области и погружая в темноту другие. Запутаться в этой мешани не очень просто, и, как я уже говорил, составить карту здесь попросту невозможно, поскольку любая карта потеряет свою актуальность уже через час после своего составления. Я слышал, что какие-то математики пытались просчитать закономерности, и на их основе создать динамическую карту, которая менялась бы вместе с запредельем, но узнать эту самую закономерность им так и не удалось. Тогда учеными было принято весьма нетривиальное и, казалось бы, нелепое решение составить карту внутри запределья и из его элементов. Ранее неподалеку от предбанника был обнаружен некий артефакт, постамент, представлявший из себя пустую платформу или плиту, лежавшую на полу в большом зале. Площадью примерно 3 на 1,5 метра и высотой в метр. НРТ собрали найденные кирпичики, небольшие геометрически правильные фигуры, попадающиеся в разных частях нулевого этажа, и стали выкладывать из них карту в том виде, в каком этаж пребывал в данный момент, пока не собрали довольно внушительную часть уровня в окрестностях предбанника. Разумеется, на постаменте уместился далеко не весь нулевой этаж, а только его часть, хоть и солидная. И что характерно, задумка ученых сработала. Получившаяся карта начала меняться вместе с этажом. Каждый раз, приходя к карте, НРТ видели, что фигуры на ней поменяли свое местоположение, и стали соответствовать новой схеме лабиринта. Таким образом, появилась возможность ориентироваться по карте нулевого этажа в реальном времени. Беда в том, что сам зал с картой постоянно и непредсказуемо перемещался в разные отделы нулевого этажа, и НРТ приходилось искать его снова и снова, находя каждый раз в разных местах, а порой и не находя вовсе. Разумеется, НРТ не раз пытались обмануть коварное запределье. Сначала попробовали перенести кирпичики, из которых состояла карта, в предбанник, и выложить ее там. Но в предбаннике карта работать отказывалась. Тогда решили повесить над ней видеокамеру, которая бы транслировала все изменения на схеме удаленно. Но карта опять перестала работать, словно стесняясь, что ее снимают. Этаж видоизменялся, а карты нет. Когда камеру отключали, ее работа опять возобновлялась. Последней отчаянной попыткой обмануть карту стало приставление к ней круглосуточного караула из пары НРТ. Но тогда происходили вообще невероятные вещи. Карта успевала поменяться, пока на нее никто не смотрел и не направлял свою камеру. И нулевой этаж менялся вместе с ней, перенося карту и обоих ее часовых вместе с залом на новое место так, что люди вообще ничего не замечали. Поэтому единственным действенным решением руководства стало размещение в зале с картой очередного сигнального маяка, по которому ее можно было отыскать, запеленговав исходящий сигнал. Такие маяки расставлены по всему нулевому этажу, а также на трех этажах, расположенных дальше. Это пока что единственное приспособление, позволяющее НРТ хотя бы как-то ориентироваться в этой огромной головоломке. Таким образом, отряд, вышедший сегодня на задании, первым делом направился к карте, чтобы выяснить, где в настоящий момент находится участок под кодовым названием «Колонный зал», и заодно на схеме прикинуть план своих действий. В отряд входило шесть человек – командир с позывным «Факир» и пятеро рядовых – «Ося», «Фугас», «Мамон», «Кекс» и «Колдун». Хотя разобрать, кто из них кто, не могли, наверное, даже они сами. Старшина отличался лишь более желтым цветом скафандра. «Не нравится мне что-то сегодняшняя обстановка», – глухо произнес один из НРТ, идущий ближе всех к «Колдуну». «Как ты сегодня здесь? Не так. Предчувствие плохое». Но никто не стал ему отвечать, поэтому он тут же смолк. Слегка переваливаясь сбоку-набок точно пингвины в своих широких одеяниях, НРТ двигались через помещение, похожее на офисное, разграниченное перегородками, напоминавшими те, что установлены в нашем зале, но без мебели и техники внутри. Будто какие-то таинственные строители только что закончили здесь ремонт, проложили проводку, подключили освещение, поклеили обои, навесили потолки и уложили мягкий настил. Осталось зайти, занести оборудование и располагаться. Но я уже говорил, что внешность за пределье, ой, как обманчиво. «Колдун будто бы уловил мои мысли и пробормотал». «Сколько здесь хожу, постоянно думаю, ведь кто-то же это все построил. Поклеил эти уродские обои, лампы повесил, подключил к электричеству. Значит, где-то есть и источник энергии, какая-то электростанция или типа того». «Думаешь, не проверяли?» – поддержал я беседу. «Месяцев десять назад, когда я еще новичком был, ребята тут пытались лампочки ковырять, искали, к чему они подключаются». «И?» «И?» «Ничего». «Провод там есть, но уходит куда-то через потолочную плиту. Вытянуть за кончик не получилось. Чтобы узнать, куда он там уходит или хотя бы просто вытащить его, нужно потолок продолбить. Сперва хотели этим заняться, даже перфоратор приволокли, но начальство внезапно запретило. Так по сей день эта затея и не реализована». «Наверное, это и к лучшему. Я бы тут тоже шибко ничего не ковырял. Ни нами проложено, ни нам и ковыряться. Только до беды доковыряемся». Он умолк. Я тоже не стал продолжать разговор. Тем более, что лишняя болтовня сильно мешала сосредоточиться. К сожалению, камера на плече НРТ не могла вращаться. Можно было лишь на программном уровне чуть-чуть смещать ее угол обзора в одну из четырех сторон. А как бы было хорошо, если бы она вращалась, наподобие фантастической пушки-хищника из одноименного кино. Но увы. Единственное, что меня сильно выручало, это возможность переключения на широкоугольное изображение. Справа сразу появлялась вытянутая серо-желтая выпуклость, являвшаяся всего лишь головой человека, несшего эту камеру. Но зато само изображение растягивалось в разные стороны и давало гораздо больший угол обзора, хоть и менее информативный. В общем, для беглого поверхностного обзора я использовал ширик, а когда присматривался к чему-то, возвращался на обычное изображение. Сейчас можно было немного расслабиться, поскольку группа была довольно большой, и помимо меня ее контролировало еще пятеро холопов. Итого шесть человек и двадцать четыре глаза. Мимо нас муха не пролетит. Да и откуда здесь взятся мухи? Мимо проплывали пустые закутки, смежные комнатки, тупички и коридоры. Кое-где свет отсутствовал, погружая участок этажа в почти кромешную темноту. Но в основном освещение везде работало исправно. Лампы мерно гудели, иногда помаргивали. Сколько раз я здесь бывал, вот так, сидя на плечах у наших ребят там, словно верный сурок из песни Бетховена. И обстановка всегда была одинаковой. Менялось только расположение всех этих ходов-переходов. Но их внешний вид всегда оставался неизменным. И еще пустым. Очень пустым. Он напоминал времена, когда мне приходилось оставаться в офисе одному допоздна. Доделав свою работу и собираясь домой, я должен был пройтись по всему этажу, выключить свет и, закрыв входную дверь, поставить объект на охрану. Ходя по тем безлюдным коридорам и отключая свет, я моментально погружался во мрак, и в душе у меня каждый раз что-то екало. Словно кто-то невидимый на свету, именно этого и ждал. Ждал, когда свет исчезнет и темнота вновь позволит ему обрести плоть. Быстро двигаясь по коридору и видя впереди приближающийся светящийся пятачок, участок, где свет еще проникал через стеклянные двери главного входа, я не хотел даже думать о том, что сейчас находится позади меня. Я не боялся темноты, я боялся того, что может в ней находиться. Хотя и знал без всяких сомнений, что находиться там нечему, кроме пустоты. И вот, созерцая запределье, я мог только радоваться, что нахожусь сейчас не там, где наши ребята, а здесь, в безопасном холл-обском стойле. Но утешение это было слабым, поскольку я не мог оторваться от созерцания запределья. И что бы ни случилось с нашими ребятами там, я был обязан оставаться с ними до конца, как бы мне этого не хотелось, я вынужден был смотреть. Пока идет мое дежурство, пока работает камера. Наконец, отряд остановился в знакомом мне зале, немного похожем на осовремененный египетский храм. Если бы на желтых обоях пестрели иероглифы, сходство получилось бы просто аутентичным. Но вместо мумий, сфинксов и скоробеев, здесь была лишь карта. Массивная белая плита, на которой расположилась миниатюрная модель нулевого этажа, в масштабе примерно 1 к 10. НРТ тут же окружили карту. Так, отлично, вот она красавица, пропел командир. Че тут у нас? Так, мы здесь, а пришли мы вот отсюда. Говорил он, вводя над картой своей герметичной резиновой перчаткой. Охренеть. Едва различимо пробубнил колдун. А на каждый раз становится все реалистичнее. Когда-то тут просто кирпичи и лежали, помнишь, затычка? А теперь вон, гляди, прямо настоящий макет. Вот, ноль в миниатюре, магия какая-то. Угу, согласился я, хоть и не мог разглядеть всех подробностей карты из-за ограниченности возможностей камеры. Ну что, колонный зал рядышком. Продолжал главный. Фугас, Ося, подойдите ближе. Вот, смотрите, проходим здесь, выходим сюда. Не отклоняемся. У нас две камеры, одну ставим вот сюда, вторую сюда. Чтобы их линии, видите, как бы пересекали друг друга. Обе будут простреливать весь зал по диагонали с угла на угол, между колоннами. И если какая-то херобора будет там ползать, ее засечет не одна, так другая, поняли? Также, если сам зал перекосорылит от очередной метаморфозы, камеры не сместятся, поскольку секут сектора друг друга. Ну вот, аккумуляторы ставим вот здесь, прямо посередке, промеж камер, чтобы кабели далеко не тянуть. И уходим через вот этот коридор. Он немного в сторону отворачивает, к сожалению, но да ничего. Вот здесь, смотрите, между ним и предбанником всего один переход. Шмыгнем через него, и мы дома. Все все поняли? Чего уж тут непонятного? Ответил один из НРТ. Где-то в глубине этажа послышался нечеткий, но вполне ощутимый звук, словно упало что-то тяжелое. Короткое эхо ахнуло разок и примолкло. Вся группа моментально насторожилась. А это еще что? Что за хрена тень? Туримар, ты слышал это? Командир обращался уже не к своему подчиненному, а к оператору, наблюдавшему за происходящим через его камеру. Нет, не показалось. Нет, это не близко. Затычкин. Прошептал колдун так, что его услышал только я. Скажи мне, что это фигня. Это фигня, подтвердил я. Чего вы как первоходки в штаны наложили-то? Первый раз, что ли, эти звуки слышите? Да нет, просто. Просто не нагнетайте. У страха глаза велики. Отрезал я, вселив в него уверенность. Мое подбадривание не было голословным. В запределе нередко слышались подозрительные звуки, в том числе и на нулевом этаже. И хоть их природу так никто и не выяснил, вместе с этим не было выявлено также и их опасности. Они являлись чем-то вроде слуховых галлюцинаций, прозванных учеными акустическими миражами. По предположениям последних, эти звуки производил так называемый механизм запределья, отвечающий за его трансформацию. Некая гипотетическая шестеренка в этих условных часах. Подобные звуки, конечно, всегда пугали и настораживали НРТ, путешествующих по запределью. Но уверенность в том, что их природа не связана с живой активностью, позволяла людям сохранять выдержку. До той поры пока не выяснилось, что запределье на самом деле обитаемо. Однако же нулевой этаж, наш нулевой этаж, в том, что он полностью безжизненен, был до последнего уверен даже я сам. Мне казалось, что нечисть с более глубоких этажей благоразумно не лезет на нуль, опасаясь человеческого присутствия. Как дикие звери не выходят из чащи к шумному туристическому лагерю. Но судя по последним тревожным сообщениям, все могло оказаться несколько иначе. И не исключено, что нулевой этаж, истоптанный нашими ребятами уже вдоль и поперек, вовсе не наша законно оккупированная вотчина. И скоро нас убедительно попросят потесниться. Ладно, орлы, соберитесь. Все поняли план действий? Тогда за мной. Не растягиваемся, движемся друг за другом. Я впереди, кекс замыкает. Факир бросил еще один взгляд на карту и, смешно развернувшись, словно неуклюжий Винни-Пух, направился к боковому выходу из зала. Группа послушно отправилась за ним следом. Колдун держался третьим. Я уныло созерцал большую шевеляющуюся помятую спину Мамона с портативной дыхательной системой, похожей на миниатюрный акваланг. — Затычкин, ты со мной? — спросил колдун. — Тут я, тут, — ответил я. — Куда же я денусь? — Мне показалось, что ты отключился. — Нет. — Понятно. Слышь, а из вашей компашки сегодня никто ласты не склеил? — Почему спрашиваешь? — Да просто интересуюсь. — Любопытный Варваре. — Да хорош. Не хочешь говорить, не надо. Сказав это, он обиженно запыхтел. Вынесли одного утром. Мне не хотелось, чтобы он дулся на меня из-за ерунды, и я решил ему признаться. — И чё? Ты-то откуда узнал? — Ниоткуда. Просто сопоставил одно с другим. Это ведь Цорик был? Он? Да? — Слушай, я понятия не имею, кого ты называешь Цориком. Мы не в курсе, как вы нас там называете. Ну, то есть каждый из нас знает кликуху, которую вы ему повесили, но мы, знаешь ли, друг перед другом этим не хвастаемся как-то. — Цорик сегодня ночью увел Гомеса. — И чё? — Гомес не вернулся. Он ушел на седьмой этаж и пропал. — Вот как? Седьмой этаж? Это ж вроде... — Оранжерея, да, — подсказал колдун. — Недавно туда забредала пара, Кот и Маркиз. Оба вернулись. Ничего не принесли, но кое-что там увидели. Увидеть-то увидели, но взять не смогли. Спугнуло их что-то. Тогда решили туда отправить более опытного разведчика из нашей роты. Гомес вызвался. — И всё. К назначенному времени он не вернулся, а с командного центра дошел слушок, что всё, хана Гомесу. — Он иностранец, что ли? — спросил я. — В смысле? — Не понял колдун. — Почему Гомес? — Да какой ино... Да нет. Гомес — это потому, что он похож на Гомеса Адамса из семейки Адамсов. Ну, просто вылитый. Был. И вообще, суть не в этом, а в том, что его прихлопнули. И цорик был тогда с ним. — Колдун, разговорчики! — послышался уклик командира. — Чё разбубнился там? Бу-бу-бу! Колдун тут же притих. — Я что-то не вижу взаимосвязи, — произнёс я. — Причём тут ваш Гомес и парень из моего отдела? Думаешь, он был как-то причастен к гибели твоего сослуживца? — Забей, — прошипел колдун. — Просто забей. Проехали. Но его слова никак не выветривались из моей головы. Что же он хотел этим сказать? Группа преодолела причудливое помещение, перегороженное беспорядочно расположенными стенами, и в конце концов вышла в так называемый колонный зал. Название было более чем условным. Колоннами являлись обычные прямоугольные столбы, равномерно расставленные в центре ровного квадратного участка примерно 40 на 40 метров. Уж на что это и было похоже, так на какой-то подземный гараж. Только освещение здесь работало прекрасно. Ни единой портачащей лампы тут не было. Колонный зал освещался очень ярко, и видеокамеры должны были видеть предельно чёткую и детальную картинку даже на большом удалении. — Мамон, туда! Колдун, туда! До конца! — указывал руками Факир. — Фугас, кекс! Берёте камеры и ставите, как условились. — Азимут, на Мамона и Колдуна. — Ося, на тебе аккумуляторы. Выставляешь и тянешь проводку в обе стороны. Всем всё ясно? — Так точно! — откликнулась пара НРТ. Колдун тут же отправился в указанном направлении, в самый дальний угол колонного зала. Отойдя от основной группы, он тут же начал нервничать. Я почувствовал это по его участившемуся дыханию и по камере, трясущейся даже через оптический стабилизатор. — Автоматы бы нам! — бурчал он, проходя мимо очередной колонны. — Здесь никого нет, колдун. — старался успокоить его я. — Видишь же? Тише гладь и божья благодать. Не знаю, кому здесь что могло показаться, но готов поклясться, что это был всего лишь глюк. Нулевой этаж под нашим полным контролем. Да даже если представить, теоретически, что какая-то тварь с других этажей приблудилась сюда, хоть это и бред, на мой взгляд, но всё же, если предположить, стала бы она выбирать место для логова на самом светлом участке этажа. Там, где она особенно видна и заметна. Нет, парень. Она бы стала ныкаться в самом тёмном уголке, как паук. — Откуда ты знаешь, какая у них психология? — фыкнул колдун, отдуваясь. — Это не психология, а логика, против которой не попрёшь. Если прятаться, то там, где тебя не видно. А мне дядька рассказывал, он в тюрьме сидел, что если хочешь надёжно спрятать какую-то вещь в камере, нужно положить её на самое видное место. Твой сидевший дядька явно подшутил над тобой. И вообще, насколько мне известно, когда некая сущность приближается к тебе, то изображение в камере начинает показывать помехи. — Это правда? — Не знаю. Я ни разу с местной фауной не встречался. Точнее, ребята, которых я вёл, не встречались. Но я слышал от других холопов, которые это наблюдали. И все говорили, что всегда, прежде чем появляется тварь, появляются помехи на экране. Вы этого не видите, но мы-то видим. Поэтому не бойся, колдун. Я сейчас никаких помех не вижу. А если увижу, то сразу тебя предупрежу. Уж в этом ты не сомневайся. — Точно? Блин, а если тебе покажется, что помех нет, а они есть? — Успокойся. — А эти помехи всегда появляются, или... — Успокойся. — Остановись. Тормознул его я. — Мы пришли. — Разворачивайся. Мне показалось, что не останови я его вовремя, он бы непременно врезался в стену, к которой приблизился почти вплотную. Нервозно шевеля плечами, колдун развернулся на месте и поглядел в диагональную прореху между углами последовательно расположенных колонн. Там, в самом дальнем конце этой условной прямой, шевелился далёкий силуэт в защитном костюме. Это был кекс. Или же фугас. Присев на дно колено, маленькая фигурка колдовала над тонким чёрным столбиком. Камера на штативе. Из-за левой колонны, ближайшей к нему, вышел ещё один НРТ, который, по всей видимости, что-то тащил за собой. Он также опустился на колено возле столбика и принялся возиться с ним. Второй сотрудник выпрямился, ещё раз взглянул на камеру, что-то проверив, словно отвесил ей почтительный поклон, и, обернувшись в нашу сторону, сделал характерный жест. Из-за удаления я не понимал, что он показывает, но догадался, что это знак порядок, большой палец оттопыренный кверху. Колдун ответил ему тем же жестом. «Ну что?» Сказал он мне. «Похоже, всё готово. Пора назад». «Давай», — согласился я. И мы отправились обратно через весь зал. «А ты не бывал на седьмом этаже, колдун?» Заговорил я, всё ещё подогреваемый недавней странной беседой про Гомеса. «Я?» «Нет. Я был только на втором и на третьем». «Это подвал и...» «Аквапарк», — кивнул НРТ. И я заметил его кивок по искажению широкоугольники. «Да, глубже я не уходил, и слава богу. Но в аквапарке было интересно, народу там полно. Его последние три месяца изучали особенно активно, поэтому там не скучно». «Знаю», — согласился я. «Сам там был пару дней назад, с негром». «А потом негр погиб». Как-то странно с язвой хмыкнул колдун. «И это я тоже знаю. И не погиб, а пропал. И не в аквапарке, а в подвале. Провалился в радиатор, не допрыгнул». «Откуда знаешь?» Я не успел ничего ему ответить. Из-за колонны, словно призрак, вынырнул Факир, встав у нас на пути. «Колдун, все в порядке?» Проскрепил он через свои изоляционные фильтры. «В полном. Никакой движухи. Камеру нацелили», — ответил НРТ. «Хорошо. Мамон и Кекс тоже отстрелялись. За мной, мы уходим». «Есть!» Колдун пошел за своим командиром. «Мы свою задачу выполнили», — удовлетворенно вещал Факир, встретившим его НРТ. «Теперь пусть очкарики протрут свои очки хорошенько и пырятся в мониторчике. Если какое-то говно начнет ползать по колонному залу в наше отсутствие, две наших подружки быстро его срисуют. Ну а если никого здесь нет, то хвала небесам. Ну что, пингвинчики вы мои, до дома до хаты. Идем не растягиваясь, я впереди, остальные за мной, как обычно. И никаких базаров. Вы сегодня просто как попугаи трындите, не затыкаясь. Я тебя имею в виду, колдун». «Виноват», — буркнул тот. «Так», — произнес лидер и, приложив два пальца к виску, добавил, чуть отвернувшись в сторону. «Дуримак, вы там у себя камеры проверили? Картинку видите? Все устраивает? Мы вам здесь больше не нужны? Оки-доки. Все, парни». Факир опустил руку, выпрямился и два раза хлопнул в ладоши. «Таможня дала добро. Уходим отсюда нахрен. За мной. Только бы он не успел перекинуться». Группа послушно выдвинулась в обратный путь, который теперь пролегал через другой участок лабиринта. Последняя фраза командира, кажущаяся на первый взгляд какой-то бессмыслицей, никак не связанной с ними. На деле же была понятна не только всем НРТ без исключения, но и нам, холопам, сидящим у них на плечах. Факир боялся, как бы лабиринт нулевого этажа не поменял свою форму после того, как они изучили карту. Когда такое происходит, вероятность заблудиться увеличивается многократно. Но за пределье было к нам великодушно и не стало подкладывать людям свинью. Вот тот самый коридор, в который с правой стороны последовательно входят десяток параллельных узеньких коридорчиков, соединяющих его с соседней галереей. Сотни метров по прямой и поворот, за которым до предбани, как говорится, можно легко доплюнуть. Казалось, что все уже позади, и что никаких сюрпризов уже не случится. Но я не торопился расслабляться, и я знал, насколько за пределье коварно, поэтому глядел во все глаза. Колдун двигался в колонии, постоянно поглядывая в правую сторону. Его явно напрягали темные сквозные проходы, завершавшиеся в глубине вертикальными проблесками полос, выходов на галерею. В принципе, такая насторожность была оправданной, и если в этом районе кто-то действительно обитал, то он вполне мог прятаться в одном из этих тесных и неосвещенных туннелей. И поскольку колдун заглядывал в каждый прилегающий коридор, мимо которого проходил, мне также приходилось туда заглядывать, хоть и не до конца, поскольку НРТ поворачивался не всем корпусом, а только в полоборота, соответственно отклоняя и объектив своей камеры. Я не мог просматривать коридоры насквозь, и видел лишь их крайние участки, но и этого мне хватило, чтобы заметить кое-что интересное. «Колдун, тормозни!» – резко скомандовал я. «А? В чем дело?» НРТ встал как вкопанный напротив пятого коридора. Группа успела довольно растянуться. Факир с одним из разведчиков удалился вперед на десяток метров, остальные трое шли позади колдуна. Ближайший НРТ отставал примерно метров на пять, а замыкающая пара с пустыми кейсами из-под оборудования топала еще дальше. «Значит, время у нас было!» «Давай заглянем в эту щель!» – сказал я твердым голосом. «Нафига? Че мы там забыли?» Колдун явно не горел желанием отклоняться от маршрута. «Надо! Просто сделай это! Зайдешь и тут же назад! Ну же! Тебе три шага сделать тяжело!» «Что за прикол из-за тычкин? Я далеко не пойду!» «Я далеко идти и не прошу! Два шага вглубь сделай и посмотри на левую стену! Это все, что мне нужно!» «Ты прикалываешься надо мной, да? Ну ладно!» Колдун бросил взгляд на приближающегося Мамона и, тяжело вздохнув, решительно шагнул в узкий проход. Эта щель была не очень длинной. Свет, падающий из противоположной галереи, блестел поодаль, метр в пятнадцати, и даже можно было разглядеть кое-какие детали по ту сторону перехода. «Но нам туда было не нужно! То, что меня привлекло, располагалось на стене, совсем рядом от входа в коридор. Свет еще добирался до сюда и освещал стену достаточно хорошо!» «Видел?» – прошептал я упавшим голосом. «Значит, мне не показалось!» «Нихрена себе!» – присмотрелся Колдун. «Это же надпись! И не по-русски!» На черной небрежной буквы, сделанной маркером, легла темная тень и тут же схлынула. Мимо входа прошел Мамон, на секунду загородив нам свет. «Что же тут написано?» – продолжал бормотать Колдун. «Mind you head!» – прочитал я. «Берегите голову!» «А чего беречь? Тут что-то может упасть сверху?» НРТ непроизвольно задрал лицо вверх, к темному потолку. «Кто это написал? И почему по-английски? По-русски написать было впадло? Что за дебил такой? Он повернулся к выходу, мимо которого тут же прошествовали невозмутимые коллеги с кейсами в руках. Нужно было выходить, чтобы не отстать от остальных, и я устно подтолкнул растерянного Колдуна. «Пошли! Все, что надо, мы с тобой увидели!» «Кто из наших мог это написать?» – не удумевал он, двигаясь к выходу в главный коридор. «И для кого? Для англичан каких-то, что ли?» «Понятия не имею. Но думаю, что мы нашли новую сенсацию». «Сенсацию? Тоже мне сенсация. Мало ли кто там что написал. Наши разгильдяи могли не такой написать. Даже...» Колдун не договорил. Остановившись в коридоре, он растерянно смотрел туда, где должны были находиться его сослуживцы, но там никого не было. Коридор был пуст.